МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире кулинарная дипломатия с Тимофеем Роговым. Наша страна принимает вторые европейские игры. Мероприятие масштабное и престижное. Поговорим мы об этом сегодня с нашим гостем, который мечтает, чтобы в родной Беларуси проходило как можно больше интересных событий и прикладывает в этом направлении немало усилий. У нас в гостях звездный посол вторых европейских игр, пианист-дирижер Ростислав Кример. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это произведение называют фантастическим. Овертюра байка – оркестровое сочинение родоначальника национальной белорусской и польской оперы Станислава Манюшка. Его музыка стала украшением культурной программы во-вторых европейских игр, классика в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. Это произведение танцевально-грациозное и вместе с тем торжественное, где-то наивное, где-то трагичное. И мне кажется, что оно окунает нас в атмосферу 150 лет недавности. За дирижерским пультом Ростислав Кример чувствует себя так же уверенно, как и за роялем. На фортепиано играет с пяти лет. Выпускник музыкальной академии Хельсинки, высшей школы музыки Кёльна и аспирантуры Королевской академии музыки в Лондоне. В его судьбе соединились профессии и пианиста, и дирижера. Это совершенно разные ощущения, даже физиологически. И то, и то очень интересно. Это разные задачи, разные возможности. И, конечно, с большим оркестром, когда ты управляешь таким количеством тембров и в руках такой огромнейший инструмент, это, конечно, такой вызывает адреналин. За концертную и педагогическую деятельность Ростиславу Кримеру было присвоено звание «Звездного посла Вторых Европейских игр». Музыкант проявил себя как умелый организатор и руководитель. Создал Международный камерный оркестр, в состав которого вошли известные артисты из стран Западной и Восточной Европы. Под музыку, записанную коллективом, во время Вторых Европейских игр выступала белорусская гимнастка Екатерина Галкина. Здравствуйте, Ростислав. Добрый день. Рад приветствовать вас на кухне. Располагайтесь. Спасибо. Что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы готовим тартар из лососи, баранину фламбе, которая подавалась в доме Радивилов, и десерт от композитора Агинского, полная с которого все, я думаю, знают. Звучит очень музыкально. Приступим? С удовольствием. В студии кулинарной дипломатии наш гость, звездный посол Вторых Европейских игр, известный пианист и дирижер Ростислав Кример. И мы вместе готовим интересные белорусские блюда. Баранина фламбе, десерт Агинского и тартар из лосося. С чего начнем? Тартар из лосося, наверное, не совсем белорусское блюдо. Скорее, больше к Италии. Но я думаю, что самое главное, что мы сегодня хотим сказать, что я бы хотел рассказать, о том, что, оказывается, белорусское блюдо старинное. Это очень интересный пласт, который вот сейчас находит. И это действительно очень вкусно. я вот буквально позавчера был на приеме у посла одного из европейских стран, и там была полностью тематика белорусской кухни. И вообще, эта белорусская кухня, я должен сказать, поражает своим вкусом. Вот правда, я многих вещей никогда в жизни не пробовал. Например? Например, ковришка в каком-то соусе, я даже не представляю, клюквенно, медовом, да, и что-то такое. Вы любите сладкое? Я? Нет, я очень редко ем сладкое, только когда это невероятно вкусно. Ну, я так понимаю, начнем с мяса? Да, пожалуй. Баранина, нам потребуется определенное количество, достаточно большое количество чеснока, порядка 20 зубков, коньяк для фламбирования. Можно и виски, в принципе, то, что очень фламбирует. То, что позволяет нам поджечь как следует. Совершенно верно. И то, что может придать вкус. Ростислав, вы ведете активную работу в области культурной дипломатии. Как дирижер, пианист, разъезжаете с концертами, с гастролями по всему миру. Какое количество стран вам удалось посетить? Ну, вообще, честно говоря, я в какой-то момент решил посчитать количество стран. И было где-то 52. С тех пор я уже не досчитывал, но то, что больше 50, это точно. И, ну, в принципе, я должен сказать, что, во-первых, чем больше ты видишь стран, как говорил Есенин, лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии. И, конечно, чем больше я путешествую, тем больше меня тянет приехать в Минск, Беларусь и поехать на природу. Да, я вас понимаю. И, как говорил наш известный белорусский поэт Олесь Ставер, как любить Беларусь нашу милую, треба урозных краях побывать. И это понимаешь, когда много путешествуешь. Ростислав, и вот, исходя из вашего богатого опыта путешественника, какие страны больше всего запомнились, блюда каких стран у ваших фаворитов? Если говорить о именно блюдах особенных, которые меня впечатлили, то, наверное, Япония, пожалуй, одна из таких стран. Потому что и первые сашими, суши я попробовал там, после которых, конечно, вкус любых суши мира меркнет. потому что они вылавливают рыбу, и она практически из моря приходит на стул. И, конечно, вкус отличается значительно, чем если она замороженная и размороженная и так далее, и так далее. Ну вот. Еще у них есть шабу-шабу, называется, блюдо. Это из мраморной говядины. Такой говядины, которая, опять же, это не та мраморная говядина, которую мы привыкли здесь слушать. Это мраморная говядина, которая выращивается определенным образом, и они ее практически не экспортируют. Уникальное мясо по вкусу. Получается, что нарезают маленькие ломтики, ты их окунаешь в воду и сразу кушаешь. А вокруг зелень, немножко похожа, как здесь, а потом приходит японка, укладывает зелень в кастрюлю и становится суп. То есть сначала получается, ты ешь второе, а потом первое. Ну, это гениально и очень вкусно. Ну, а мы отдаем должное перерождению или возрождению белорусской кухни и готовим сегодня баранину. И чеснок я почистил. Можем переходить к обжариванию на сковороде. Ростислав, когда вы возвращаетесь из дальних командировок домой, какие у вас семейные традиции? Ну, вы знаете, снег... Раньше я мог говорить о каких-то традициях, но сейчас традиция одна, поскольку у меня малыш, сын, которому два года и восемь месяцев сейчас, то, конечно, первая традиция это пойти куда-нибудь вместе с ним и так, чтобы ему было интересно. Чтобы он почувствовал, что папа вернулся. Совершенно верно. Ну и, конечно, подарки. Подарки, гостинцы наши белорусские. Так, вот мы растопили растительное и сливочное масло в пропорции 50 на 50. И наша задача запечатать эти большие куски. Запечатать на достаточно высокой температуре. Вот раньше была бы традиция действительно в плане кулинарии приехать домой и покушать котлетку с пюре, поскольку домашняя еда это все-таки самое приятное, особенно то, что готовили в детстве. Да, пюрешка с котлеткой это, конечно, наше все. Тут с вами не поспоришь. А почему, Ростислав, сегодня выбрали баранину, а не пюрешку с котлеткой? Ну, я думаю, что рецепт пюре с котлеткой знает каждый зритель. Поэтому я хотел выбрать то, что расскажет что-то новое и, может быть, зрители попробуют, им понравится и они смогут это внедрить в свой домашний рацион. Да, я хотел, конечно, рассказать об этом блюде, потому что оно подавалось в богатых домах нашей страны, Белоруссии, этому блюду огромное количество лет, несмотря на то, что баранина для наших широт достаточно не характерна, вместе с тем, как мы видим, традиция налицо. Я бы хотел сказать еще, что кроме радивилов такие же блюда подавались и Манюшка, который родился в нашей стране, композитор. То есть, в принципе, идея была музыкальную тематику какую-то внести в сегодняшнее утро и тем более Манюшка мы исполняем в программе в рамках европейских игр, в культурной программе на концерте с нашим государственным испаническим оркестром, где я дирижирую. Ростислав, ну по-моему мы запечатали с двух сторон баранину и сейчас можем приступить к главному действию в этом блюде фламбированию. Мы готовы? Да. Зажжем? Я готов. Значит, берем хороший коньяк, добавляем и делаем вот такое вот движение. Перемещаем. Испаряется весь спирт, а прекрасные ароматы бочки остаются и сообщаются мясу. Ну, наверное, нужно предупредить всех, что быть аккуратными. Да, надо быть безусловно аккуратными, иметь определенный опыт. Дальше мы добавляем много чеснока, оставляем баранину тушиться. Что мы делаем дальше, Ростислав? А дальше переходим к десерту. Для этого нам понадобится морковь. Натираем секретный ингредиент нашего десерта морковь на самую мелкую терку. Ростислав, я знаю, что вы 14 лет делаете фестиваль Башмета в Республике Беларусь. Имели непосредственное отношение к тому, что сэр Элтон Джон приезжал к нам с концертами. Чем вы еще занимаетесь? Какие проекты реализуетесь? Ну, в данный момент это международный оркестр East Chamber Orchestra. Мы болеем этим проектом, потому что это оркестр в резиденции на фестивале Башмета. Ему несколько лет. Идея оркестра в том, что это оркестр за мир, что в нем собираются не оркестранты, а солисты, лауреаты самых крупных международных конкурсов, Чайковского, Королева Елизаветы, Паганини, АРД. Многие из них играют на скрипы Страдивари, Гварнери. Вы знаете, сколько стоит легендарные инструменты. Страдивари это десятки миллионов долларов. Это лучшие из лучших, которые специально собираются вместе с идеей за мир во всем мире. Это может быть звучит пафосно, но именно в этом исполнении, когда это не просто музыканты, а музыканты сейчас у нас порядка 12 стран Европы и мира. То есть это уже теперь есть и Япония, и США, Израиль. Сейчас мы в этом году подключим Турцию. Понятно, что белорусские замечательные музыканты, музыканты из России, Украины и так далее. То есть мы говорим о том, что музыка это лучший посол мира, потому что именно культура объединяет. Разъединять очень легко, знаете ли, а вот объединять не так просто. И в этом году сейчас как раз будет издаваться диск в сентябре на ведущую компанию, ведущий лейбл мира Naxos. Это уникальный для нас, во всяком случае, опыт, потому что мы записали первую и третью камерную симфонию Вайнберга. Мячеслав Вайнберг это композиток польский, которого спасла Беларусь от Холокоста. Вся его семья погибла в концентрационном лагере, а ему удалось в 1939 году бежать в Минск. И в Минске единственное образование профессиональное, которое он получил в нашей стране. Об этом мало кто говорит, мало кто знает, потому что потом его Шостакович забрал в Москву, и он до конца жизни проживал в Москве. Мы как раз этим диском хотим напомнить о том, что не только столетие в этом году этого композитора, но и что он непосредственное отношение имеет к нашей стране. Ростислав, мы натерли морковь на мелкую терку, сейчас я буду отделять охлажденную... Кстати, а вы в курсе, что морковка это не простой ингредиент в этом блюде? Так, а какой? Дело в том, что это был секретный ингредиент композитора, и он просил, чтобы все, кто к нему приходит, его угадывали, а никто угадать его не мог. Если вы приготовите это блюдо, то поймете, что вкус морковки будет несколько иным, и не так это просто сделать. Мы отделяем шесть белков от желтков, охлаждаем, и взбиваем отдельно желтки, отдельно белки. Ростислав, а как случилось, что вы стали пианистом? Это было мечта детства, судьба, или вы целеустремленно к этому шли? Ну, вы знаете, я учился в двух школах, в математической и в музыкальной, и никак не мог решить, что бы мне хотелось больше, поскольку и то, и другое неплохо получалось. Но, в конце концов, когда я хотел перестать заниматься музыкой, мне мама разрешила это сделать, закончить школу и можешь больше не заниматься. В этот последний год как раз многое изменилось, я поехал в тур большой в Голландию, потом в Финляндию, и стало интересно, и я понял, что, видимо, это мое призвание. Продолжаем готовить студии кулинарной дипломатии вместе с нашим гостем, известным пианистом-дирижером Ростиславом Кримером. Взбили отдельно белки и желтки, и сейчас будем вмешивать аккуратненько желток в белок, добавлять муку и мелко натертую морковь. Ростислав, я знаю, что у вас есть уникальные музыкальные направления в рамках фестиваля Юрия Башмета. Да, есть разные направления, потому что мы нацеливаемся на разную аудиторию, и одним из таких новых, интересных направлений, которые вот в этом году будет третий год, это проект, который называется «Музыка твоего сердца». Это концерт специальный, сделанный для беременных женщин и младенцев до двух лет. Очень красиво. Это очень интересная тема, и мы рассказываем из года в год о том, что классическая музыка влияет на развитие мозга ребенка, о том, что с 30-й недели ребенок запоминает в животике у мамы музыку и способен, когда родится на свет, ее узнать. Не раю. Мы все знаем о том, что цветы лучше растут под классическую музыку, что коровы доятся и так далее, и так далее, но, к сожалению, как выяснилось, не так много будущих мам знают о том, что классическая музыка действительно это очень важный элемент развития мозга ребенка. А что еще интересного происходит в рамках фестиваля Башмета? Ну, вы знаете, еще с прошлого года мы начали тоже оригинальную тему впервые в истории нашей страны. Это концерт «Ночь классики» в метро, когда прямо на станции метро Петровщина мы построили портер, поставили свет, звук и сделали концерт прямо в метро. Это вообще уникальная история, потому что метро, как мы знаем, работает до определенного времени, и нужно было в течение двух часов построить сцену, и все организовать, сыграть концерт, а потом все убрать, чтобы метро могло дальше функционировать. Ну, видно, что вы основательно подходите ко всем процессам, кулинарным в том числе. Тщательность, с которой вы готовите нам орехи для десерта, впечатляет. А участников вашего оркестра вы подбираете с таким же тщанием. Как кладу орехи в десерт? Как орехи в десерт, да, как ядра орехов. Вы знаете, конечно, потому что это уникальный коллектив, и аналогов в мире практически нет. Ростислав, белки, желтки смешаны аккуратно, добавлена мука и мелко натертая морковь, вам остается добавить орешки, элегантные стеки, и немножко изюма. Мы смешали клюкву, сахар и натертую мелко морковь, добавляем 450 миллилитров воды и ставим на огонь. Ростислав, кроме всего прочего, вы звездный посол европейских игр. Как проходило присвоение вам этого почетного статуса и на основании чего вас выбирали? Вы знаете, на основании чего меня выбирали, это надо вопрос адресовать в дирекцию игр. Но для меня, несомненно, это очень почетно и большая честь представлять мероприятие такого масштаба. И, конечно, отчасти признание моих где-то заслуг в плане культуры. А вручали на концерте на фестивале Башмета, причем в нашем таком проекте совместно со спортом. Называлась музыка и художественная гимнастика. Мы делали замечательный номер с Екатериной Галкиной, которой, пользуясь случаем, хочу пожелать больших успехов на предстоящих играх. Ростислав, за какой вид спорта вы болеете? Как я сказал выше, поскольку я болею за тот вид спорта, с которым мы имеем отношения. В данном случае, это, конечно, художественная гимнастика. У нас были проекты с Мелитой станут, и вот сейчас замечательный проект с Екатериной Галкиной. И мне кажется, что это замечательный вид спорта для девушек. Не каждый должен становиться профессиональным спортсменом, точно так же, как не каждый должен становиться профессиональным музыкантом. Меня спрашивают часто в музыкальных школах, когда я прихожу и даю концерт, что вы посоветуете детям? Так вот, я советую детям, всем абсолютно, я вообще бы внедрил музыкальную дисциплину в виде прослушивания классической музыки. Вы тщательнейшим образом все вмешали, мне кажется, мы можем переместить форму. Ростислав, при какой температуре мы будем запекать десерт? Мы будем запекать его при температуре 200 градусов 20 до 25 минут. Прекрасно. Отправляем десерт в духовку. Отправляем. Бон вояж. 20-25 минут. Я быстро нарезал рыбу на тартар. Нарежем мелко огурчик, каперсы добавим, авокадо, немножко горчички, приправим это все лимоном. Замечательно. Может, мы в соус еще добавим маленький нюанс? Да, безусловно. Мы, наверное, можем добавить секретный ингредиент для взрослых. Можно? Для аромата. Авокадо легко поддается разделению на две части. И потом, Ростислав, смотрите, какой есть хитрый способ извлечь кость. О, как интересно. И у нас все благополучно готово с помощью ложки. Хороший спелый авокадо с легкостью отделяется от кожуры. Ростислав, в каких еще проектах в рамках европейских игр вам довелось принять участие? Ну, во-первых, концерт «Польский день», который называется, это совместный концерт с президентом Олимпийского комитета «Польша», где представлена музыка и польская, и белорусская, композитор Станислав Манюшко и Фредерик Шапан. В этом концерте участвовал замечательный польский пианист Лукаш Крупинский, наш государственный академический симфонический оркестр. И, конечно, мне кажется, что культурная программа европейских игр это тоже своего рода дипломатия. И культура, и спорт, конечно, должны идти рука об руку, потому что и то, и другое является залогом здоровья будущего поколения. Но также мне удалось стать факелоносцем, за что тоже большое спасибо организаторам, потому что держать факел фактически европейских олимпийских игр это очень почетно, это очень интересно. И форма, которая у меня теперь есть, останется, конечно, навсегда в виде памяти о таком замечательном дне. Ну и главное, конечно, это пожелание достижений нашему спортсмену. Ростислав, невероятно интересный рассказ. Спасибо, мы завершаем приготовление тартара. А с вами, дорогие телезрители, увидимся на дегустации. Кулинарная дипломатия представляет баранину фламбе, тартар из лосося и десерт агинского. Эти блюда выбрал для приготовления наш гость. Звездный посол Вторых Европейских игр 2019 года, известный дирижер и пианист Ростислав Кример. Попробуем, что у нас получилось. Попробуем, с удовольствием. Начнем с горячего. Начнем с горячего. Баранина по-радивиловски или, как мы ее еще называли, баранина фламбе. Баранина фламбе, совершенно верно. Мягенькая. С чесночком. Друзья, это очень вкусно. Правда, совершенно искренне говорю. Потрясающая баранина. Приступаем к тартару. Мы вот, смотри, как красиво сервировали. Баженка держится. Ну, можно, на самом деле... Вообще, внешний вид очень важный. И тот самый пресловутый десерт Агинского, который с неизвестными доселе ингредиентами. Да, это очень интересно. Орешек, крюковка и в меру фладкой. Действительно, морковь не чувствуется вообще. Мне очень нравится. Ростислав, спасибо, что нашли время. Пришли, поделились секретами приготовления таких интересных блюд. Позвольте на память о нашей встрече вручить вам этот подарок любезно предоставленный торговой маркой «Белорусский лен». Пусть он напоминает вам о нашей встрече. Спасибо большое. Я, в свою очередь, хочу пожелать всем вам успехов, хороших гостей, а уважаемым телезрителям прекрасной, вкусной еды дома. Готовьте с удовольствием и радуйте друг друга и любите друг друга. Спасибо, Ростислав. А вы, дорогие телезрители, запишите рецепт этих интересных блюд. На гостеприимство мы сдаем на самую высокую оценку, а значит, нас ждет еще больше интересных и престижных событий. А справиться со всеми задачами нам поможет дипломатия, в том числе кулинарная. А с вами был Тимофей Роговой. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин